Запись, просто для тех, кто сейчас будет смотреть это в запись, еще раз, мы проводим неофициальный вечер памяти Равина Штензальца, принятый увереев, говорит за царь, благословенные памятники, памяти праведника. Окей, мы собрались достаточно спонтанно, я думаю, что есть люди здесь делятся на две категории, одна категория людей, те, в которых посчастливилось общаться, поработать с Равином Адином Штензальцем, в основном на пространстве возрождающегося советского еврейства. А есть часть людей, которым, по-видимому, достаточно мало про все это известно, и тогда мы хотели тоже как бы рассказать и поделиться, но еще раз подчеркиваю, это неформально, я не успел всех пригласить, те, кто каким-то образом не попал, пожалуйста, можно проводить дополнительные вечера и так дальше. Окей, может быть, мы сначала сделаем такую вещь, скажите, если это неправильно, может быть, сначала все те, кто подняли руки, да, может быть, просто скажут буквально два слова, о чем они хотят сказать, просто обозначить, да, скажите, правильно это или нет, да, а потом начнем как бы по порядку, каждый будет рассказывать, хотите так или просто будет как? Ладно, мы тебя слушаем, я думаю, лучше всего, что ты не будешь спрашивать нас, правильно, если ты говоришь, а просто делайте все. Ну, конечно, окей, замечательно. Да, единственная как бы просьба такая, ну, надо держаться в каких-то временных рамках, правильно, потому что по опыту, ну, народ, грубо говоря, больше двух часов, это нереально, да, просто люди устают, начинают выходить. Поэтому охватить необъятное невозможно. Я думаю, что реально, я не хочу включать таймер, но реально, я думаю, что разговор должен быть порядка 10-15 минут, ну, вот как-то вот что-то типа этого. Я бы сказал, даже 5 минут. Ну, 5 не надо, послушай, я человек милосердный, да, 10 минут, пожалуйста, обозначить общую тему разговора, а дальше будет развиваться. Все, Илья, дорогой, сейчас я включил запись, я только поговорил, да, я включил, все, замечательно. Илья, начинай. А, я начинаю? Ну, да. Ну, раз ты говоришь, то я с удовольствием. Смотрите, я, во-первых, при всем том, что я действительно успел даже опубликовать, я сейчас повешу в чате, благодаря Бороху Горину, значит, некий мемуар о Рабештензальце, который довольно обширный и занимает больше, чем 10 минут. И те, кто захочет с ним, может ознакомиться. Я постарался сказать там все, что я хотел сказать. Но первое, что я сейчас хотел бы сказать, что я все-таки отношусь к нашей сегодняшней встрече. Тут уже произвучают такие слова «цадик», «праведник» и все прочее. О, конечно, да. Конечно, Рабештензальц, безусловно, в моих глазах был и «праведник», и «цадик», это все так. Но в первую очередь мы собрались, потому что умер человек, ушел из этого мира. Это произошло буквально несколько дней назад. И даже когда не «праведник», а обычный еврей умирает, то собираются и выражают свой траур. Я, скорее бы, в этом ключе хотел бы говорить. Я не как бы... Ну, все-таки несколько слов я скажу. Потому что Рабештензальц был человеком очень... Мне сложно говорить «был», потому что как-то я так сросся с ним мысленно, что... Но действительно, что-то очень сильно поменялось, когда он ушел. Потому что до этого я всегда знал, что даже, значит, где-то, даже я когда с ним не общаюсь, есть Рабештензальц. И поэтому, например, говорить о нем, как бы сказать, не очень-то уместно, просто потому что он сам существует и сам про себя может сказать. Последние несколько лет, когда он болел и почти не говорил, значит, это стало проблематично. Но у меня посчастливилось в этом плане и благодаря Бене Юнину, который здесь присутствует. Я где-то месяца 8 назад пришел к нему. Ну, то есть, там можно было записаться. Я пришел и минут 40 с ним проговорил. И это действительно была встреча и разговор. Я ужасно счастлив, что у меня это получилось. Я не думал, что это прощание, но это так получилось. И он был таким же, хотя, конечно, он был болен, но таким же Рабештензальцем, который я знал 20 или 30 лет назад. Значит, Рабештензальц – это совершенно удивительная личность и очень важный для меня человек, хотя потому что, вот, благодаря ему я знаю точно, что иудаизм и Тора – это абсолютно живые, реальные вещи. Это не что-то, что было 2 или 3 тысячи лет назад, и не то, что, как бы сказать, в мумизированном виде существует, где-то в книжных шкафах там и так далее. Можно показать огромную библиотеку, но это еще не будет значить всех этих живых книг, которые там написаны, которые лежат в этой библиотеке. А вот Рабештензальц был явным таким, реальным. Он для меня не ученый Торы даже, а он сама Тор, то есть человек, который живет внутри нее. И мне кажется, это естественное состояние. Я здесь не вижу никакого такого супер, как бы сказать, особенного чего-то, потому что так и должно быть. Но редко так явно это происходит. И поэтому я не стал бы говорить «цадик» и так далее. Просто очень язвительный, очень острый. Иногда до такой степени, я знаю очень многих людей, которых он сильно обидел разными способами. И в то же время очень глубокий, очень тонкий человек. Я скажу несколько слов, во-первых, в каком контексте мое общение с ним происходило. Это важно, наверное, для моего к нему отношения. Так получилось, что когда я случайно почти что решил поступить в Академию Рабештензальзации, которая в 88 году открылась в Москве, которая потом оказалась еще в Рабештензальце, я туда приехал просто, чтобы познакомиться с некими людьми, про которых я слышал и остался там. И в течение 10 лет так получилось, что он оказался чуть ли не единственным таким совсем близким, ну или одним из единственных единомышленников. То есть человек, который, хотя он старше меня, существует, но он как бы мне позволял существовать в какой-то степени легитетизировал все, что я делал. Потому что оказалось, что его Тора, это, в общем, несмотря на то, что мы по-разному все это понимали, это та же Тора, которая моя. И мы общались очень много, при том в трех разных вариантах. Один вариант – это когда публичные лекции, которые присутствовали много народу, это был один тип общения. Другой тип общения – это было личное общение, вот глазу на глаз. И третье тип общения – это некий великий, знаменитый человек, который пишет книги и вещает на огромную массу народа. Значит, поскольку все это происходило очень близко, все эти три типа, они очень важны. Потому что очень важно, чтобы наш голос услышан был. Я вот считаю, например, что голос русского еврейства, например, в Израиле не услышан абсолютно. И поэтому какие-то люди, которые какие-то жуткие вещи говорят и пишут в интернете, и печатают и так далее, говорят от нашего имени. Я там некоторые политики и так далее. Они говорят от нашего имени, а они нас абсолютно не представляют. Вот Раф Тензайдс, он сумел донести свой голос до широких масс, так сказать. Конечно, то, что люди услышали, это совсем не то же самое, что он говорил в личном общении. Вот мне доводилось очень-очень много раз с ним просто так вот разговаривать глаз на глаз. Это было всегда очень тонкое, очень-очень конкретное и довольно язвительное общение, но очень интересное. А когда он говорил, он очень умел хорошо себя поставить, и в итоге сформировался некий образ. Что это за образ? Ну, образ, так сказать, еврейского ученого, современного, так сказать, современного еврейского ортодоксального раввинистического гения и так далее. Но все-таки этого всего недостаточно, потому что всегда вот все эти описания, там, Цадик, Талмит-Хахам, они, на мой взгляд, являются некой ширмой, которые закрывают реального человека от того, что... А что это за реальный человек? И я тут скажу только свое собственное мнение. Только я сам наставил на 10 минут, наверное, они уже подходят к концу. Значит, я хочу сказать свое ощущение от него. И поскольку первым говорить всегда сложно, я, может быть, на 2 минуты больше займу. Я сформулировал для себя такую вещь, что Равштейн-Зальц, в некотором роде, он оказался страшно близким не только мне, но и очень большому количеству Бава и Цува из России, по той причине, что Равштейн-Зальц – это был иудаизм одного человека, индивидуальный иудаизм. Это иудаизм, который люди, так сказать, принимают в себя не потому, что папа, дедушка, бабушка, община, что стыдно, что скажут соседи, что скажут это, что скажут то, не потому, что вот так, а не как иначе, а это потому, что я так выбрал, я так хочу. Я живу так, я думаю так, я изучаю такие-то книги, потому что это мой свободный абсолютно выбор. И это явление достаточно уникальное, потому что, конечно, среди массы традиционных евреев, херидима и так далее, есть очень многие люди, которые, конечно, так делают, потому что они так выбрали. Но они так выбрали, потому что их с детства так воспитали, они так выбрали, потому что другого выбора у них фактически не было. А тут ситуация совершенно другая. И Равштейн-Зальц так выбрал. Он, насколько я знаю, происходит из нерегиозной семьи, он сам для себя решил, что вот он так живет. И это ситуация Баут-Шувы. И тут, когда он приехал в Россию, оказалось, что после очень-очень многих людей, которые приезжали в Россию, приехал человек, который чуть-чуть хотя бы понимает, что там происходит. Он хоть чуть-чуть понимает, что для евреев, русских евреев, ну невозможно, как бы сказать, вы знаете, как мне один Аравин сказал, а у вас есть еврейский квартал в Ленинграде? Надо построить. Что это такое, чтобы евреи жили вместе с двоями там? Нужно сделать еврейский квартал. Вот такая ментальное восприятие нас, как то, что мы можем воспроизвести иудаизм 18-го или какого-то века, и получается такое, если посмотреть вокруг, что никого другой иудаизма вроде как и нет. Это огромная-огромная трагедия. И вот Раштейн-Зальц, он нашел, на мой взгляд, некоторый ответ на это. А именно, что существует, условно говоря, иудаизм Бау-Эль-Шува, иудаизм людей, которые живут так, потому что они сами так решили жить, потому что это их свободный выбор, а не потому что папа и бабушка, или там еще Леопщина. И вот это вот как бы иудаизм Бау-Эль-Шува, это как бы такой важный момент. Ну вот я высказал эту мысль своему другу Бене Йонину, который здесь присутствует. Он говорит, что Раштейн-Зальц никак не хотел, чтобы его считали Бау-Эль-Шува. Так вот, здесь как раз и начинается самый удивительный парадокс и самая большая проблема, с которой, видимо, мы все должны иметь дело. Мы все столкнулись, те, которые себя относят к бау-Эль-Шувизму. Значит, дело в том, что Бау-Эль-Шува – это человек, который не хочет быть бау-Эль-Шувой. Он хочет быть нормальным евреем, он не хочет быть, так сказать, вот таким революционером, который он хочет жить, грубо говоря, как жили бабушки и дедушки. Но при этом это желание его может привести к тому, что он потеряет свой опыт открытия иудаизма, открытия Тора, открытия Всевышнего. Потому что если он будет, как бабушки и дедушки, бабушки и дедушки не открывали, это вот как бы так, как мы, да? Как бы сказать, для них это было нечто самое особое разумеющееся. И поэтому парадокс это и в том, что с одной стороны, да, вернуться, это значит вернуться в том числе к еврейской общине, а не быть таким вот одиночкой, так сказать, как бы индивидуумом и все. Я считаю, что это не имеет никакого отношения к дедуизму, это все-таки сообщество, это религия. Клали-Саэль – это общее нечто, общечеловеческое, общееврейское и так далее. Они индивидуальные только лишь. Ну, плюс появляется еще индивидуальное. Вот это, сочетать эти две вещи, это страшно трудно. И мне кажется, что Рауртинерс умел это сочетать, что очень-очень дорого, но стоило, как многие знают. Все, наверное, я на этом хочу. Окей, замечательно. Хорошо, я просто буду вызывать, ну, если так можно сказать, или давать слово людям, которые по иерархии поднятых рук. Еще раз, все, кто хотят выступить, поднимайте руку. Зоя, мы можем тебя слушать? Да, я коротко очень представлюсь. Не надо коротко. Я, на самом деле, хотела сказать, что я здесь вместе со своими коллегами, пока что даже не все из них подключились. Тут есть Никита Некрасов, профессор физики в Стонебруке, есть Дмитрий Каледин, профессор, доктор наук, ведущий, сотрудник Института математики Российской Академии наук. Есть Илья Бермяков, который является режиссером фильма «Дау. Дегенерация». И вот нас всех объединяет то, что нам посчастливилось познакомиться с Равом Штензальцем благодаря проекту «Дау», международному проекту, работа над которым шла 13 лет. И одним из результатов этой всей работы стал как раз фильм «Дау. Дегенерация», где Рав Штензальц принял участие в качестве, собственно, раввина, который оказывается в секретном советском институте в 1966 году. И этот фильм, где очень значимое, весомое просто участие его и за кадром, комментарии, и в кадре его очень много, его премьера состоялась в Берлине на Берлинском кинофестивале в феврале прошедшего года. Он получил премию как лучший фильм 2020 года премию Ассоциации немецких и австрийских кинокритиков. И режиссер фильма Илья Хржановский, он тоже планировал присоединиться, он сейчас является художественным руководителем мемориала «Баби Яр» в Киеве. Я скажу о том, как мы, собственно говоря, связались с Равом Штензальцем и дальше, наверное, попрошу Никиту, Дмитрия и Илью поделиться своим опытом общения или взаимодействия с Равом. Я думаю, что все согласятся, что это очень драгоценные какие-то наши воспоминания. Мы искали самых разных людей, которые будут участвовать в нашем этом проекте. И вот и Никита, и Дима были такими участниками, которые были важны как, собственно, личности, которые за собой принесут свою настоящую энергию и будут существовать в тех обстоятельствах, которые там были созданы. И мы искали выдающихся людей в науке, в религии, там, художников. И я делала на эту тему ресерч. И мы, конечно, поняли, что очень хотели бы предложить Раву Штензальцу попробовать примерить на себя эти обстоятельства и вступить в взаимодействие с этим пространством и с другими участниками. И долго ли, коротко ли, но как раз благодаря Натану у меня в распоряжении оказался контакт ассистента, ассистентки Штензальца. Я написала письмо, где рассказала о проекте. Проект очень необычный с точки зрения формата кино и так далее. Я как могла представила, его рассказала о том, как все происходит. И ассистентка Штензальца ответила мне просто очень быстро. Это был один из самых быстрых ответов, которые я получила от таких очень крупных, разных, выдающихся участников проекта. Она ответила очень быстро. Мы очень быстро организовали встречу режиссера Ильи Хржановского с Равом в Иерусалиме. И результатом этой встречи стало согласие Рава Штензальца принять участие в проекте. И после этого это уже был вопрос какого-то временного планирования. Летом 2011 года он прилетел на несколько дней со сломанной рукой в гипсе из Иерусалима в Харьков. И это были очень интенсивные три дня, очень интенсивного общения нас всех с Равом. И сейчас я, наверное, попрошу Диму Каледина, например, начать и рассказать о том, как его общение с Равом выглядело. Но прежде чем я это сделаю, я еще упомяну, что потом в летом 2012 года я уже встречалась, уже съемки закончились и начался монтажный период. Мы монтировали материал в Лондоне. Материалы вообще сняты 700 часов. То есть самый разный материал, 700 часов на пленку 35 миллиметров. И из этого всего материала получились самые разные продукты. Можно посмотреть все про это на сайте dao.movie. И я прилетела в Иерусалим и встречалась опять с Равом для того, чтобы рассказать ему, что, собственно говоря, происходило на проекте после того, как он уехал. в течение еще двух месяцев, собственно говоря, существовал вот этот вот объект, где он находился, и длились съемки, а потом институт вот этот реконструированный был разрушен. И нам было важно рассказать ему, что в результате получилось, что случилось, и в какой контекст попадает в конечном итоге его участие. я очень подробно рассказала ему о том, что после того, как он уехал, в проекте принимали участие крайние правые радикалы, тоже непрофессиональные актеры. Это принцип, которым руководствовался режиссер-постановщик. И так же, как и другие мои коллеги, это были непрофессиональные актеры. Там самые разные энергии сталкивались, как я сказала, которые в результате разрушили институт. И я очень подробно показывала ему фотографии, рассказывала о том, что эти люди собой представляют в жизни, чем они занимаются. Я очень четко подчеркнула, кто они. И была готова к любой реакции со стороны Штейнзальца. Но он отреагировал абсолютно с полным принятием того, что я ему рассказала как он реагировал на все, как нам показалось. Это был тип его реакции взаимоотношений с миром, полное принятие. Он сказал, что он все понимает, что он понимает, что это какой-то мир, который создавался, в котором разные совершенно участники проявлялись, и что это жизнь. И, в общем, вот так мы с ним поговорили. Тут я вижу вопрос в чате, можно ли как-то посмотреть фильм. На сайте dau.movie фильм dau.degeneracja или вырождение он выложен. Я вклею ссылку. Я вклею ссылку сейчас. Да, вот. И сейчас я попрошу Дима, Дмитрий Каледин, который тоже есть в кадре и общался с Равом. Расскажи, пожалуйста, про свой опыт. Ну да, но я немножко так совсем скажу, потому что, понимаете, это был один день, два дня, в общем, немножко. Он, собственно, сам так шутил. И вот, говорят, странные вот ребята, каждый, говорит, должен иметь право на один день сумасшествия в году. Вот это, говорит, мой день сегодня и здесь сейчас. Это мой день, а вы здесь, так сказать, так долго торчите. И там, ну, это было странное место, потому что, значит, именно там по замыслу было сведение разных вообще людей воедино. Значит, в таком месте, где они могут или не могут, в общем, пытались как-то говорить друг с другом. А я при этом, там, скажем, это не еврейский контекст. Это вообще контекст советского института. Я сам даже, не то, что сильно еврей, в любом случае, мне не религиозный еврей был тогда, сейчас, и, значит, ну, вот просят человека выйти и рассказать, что такое иудаизм. Типа атеист. И дальше человек совершенно бесстрашно выходит и начинает на языке, который понятен нормальному физику, не тематику. Рассказывает, что такое иудаизм. В принципе, я удивлен, что такое вообще возможно. То есть, это не любой бы согласился и не любой бы смог из себя, значит, что-то такое, ну, произвести. Ну, вот он, тем не менее, значит, рассказал нам нечто. Я даже точно слов этого не помню сейчас уже. И, на самом деле, что тогда, ну, это было интересно, было видно, что очень мудрый человек, который совершенно понимает все контексты к исходу, владеет также и научным. Я, собственно, не знаю, был ли он в какой-то момент в своей биографии занимался рониками точными науками, но я бы не удивился, если да, но даже если нет, в любом случае он понимал контекст и мог разговаривать с людьми на языке, который не понятиен. Вот. А причем очень четко говорил, то есть как бы трудно сформулировать. Ну, в общем, он хорошо понимал, что можно сказать, а что сказать просто невозможно, что можно определить или там доказать, что доказать и определить нельзя, как все это одно с другим сочетается, и совершенно, так сказать, все разделял на понятные куски и, значит, некоторую понятную благоволючь. При этом, значит, конечно, с чувством юмора хорошим, в таком даже не юморе обстал такой космической иронии всего, да, что, наверное, неизбежный признак мудрости и с большой добротой такой эмпатией, настоящей причем эмпатии, не какой-то, значит, просто положенный, может быть, по рангу или что, а ведущий совершенно от тебя. Вот. Но что удивительно, что потом, значит, ну, все это, к счастью, было снято. То есть, к чему я сильно рад в этом проекте, чтобы фиксировать все эти вещи и на них можно потом посмотреть. Неожиданно оказалось для меня неожиданно, что за один какой-то день, может быть, он сказал нам необычайно много всего. Такими простыми фразами, значит, без каких-либо, значит, ничего не вещал, там, без пафоса, без... Ну, как потом, смотря это много раз, ты понимаешь, это было все очень точно и уместно и совершенно... В результате, собственно, весь фильм на этих словах в каком-то смысле стоит. они его обрамляют и задают несколько главных тем, которые объясняют, что вообще происходит. В Соле висит хаос, что-то такое единое. Так вот, я не могу сказать, что я стал иудеем, уж тем более, но хотя бы понял, что это иудаизм и его речь. Но что-то я понял. чем дальше я все это пересматриваю, тем больше я все это понимаю и вспоминаю с большой теплотой. Вот. И я очень рад, что этот день безумия он для нас в нашей жизни нашел. Надеюсь, что ему это тоже было, по крайней мере, не стучно. Но как-то так. Окей. Большое спасибо. Вот. Да, мы сейчас будем продолжать по теме фильма. Есть еще кто-то? Да, Никита Некрасов. Никита Некрасов. Да-да-да, сто процентов, чтобы не перескакивать на другую тематику. Никита, вы можете говорить? Да, я могу говорить, если меня слышно. Да, сто процентов. Слышно отлично. Ну вот, как-то понимаешь постепенно, что значимость человека проявляется в том, что ты с ним продолжаешь вести диалог или разговор даже после того, как, собственно, физический разговор закончился. И я поймал себя на том недавно, то есть до того, как Рау не стало, что произношу какие-то слова и фразы и размышляю над вещами, о которых он нам тогда рассказывал. Естественно, речь не идет об иудаизме, потому что, в общем, у меня с Димой в этом смысле довольно похожая ситуация. Вот, но речь шла о том, чтобы, например, как объяснить людям, которые, например, не занимаются физикой, чем занимаются физики, типа меня. Оказалось, что я просто пересматривая недавно дегенерацию, я просто понял, что некоторые вещи, которые я объясняю школьникам, это просто буквально те слова, которыми Раф объяснял о том, из чего состоит материя. И более того, на примере любви к картошке он нам даже более-менее объяснял то, что как по-разному может быть устроено взаимодействие между разными видами материи. Вот, то есть оказалось, что тот разговор, который мне тогда, честно говоря, представлялся неудавшимся, для меня. То есть я почему-то ожидал, что встреча с Штензальцем будет какими-то глубокими рассуждениями о природе иудаизма, а она оказалась разговором о чем-то совершенно другом. В частности, после нашей конференции, по-моему, один начал с того, что просто рассказал анекдот о человеке, который всю жизнь пил спирт и к концу 96-процентной и к концу жизни вдруг у него обнаружили воду в легких и врачи недоумевали, откуда же эта вода у него взялась и потом он сказал, что это те 4%. И вот после такого введения у нас как-то вечер пошел очень интересным образом. Мы, в общем, уже от материи высоких или маленьких прошлись по всем аспектам человеческой жизни и в общем это осталось навсегда и продолжается продолжается по крайней мере в моей голове продолжает вертеться до сих пор. Я думаю, что передам слово следующему докладчику. Илья, например. Илья, Илья, Илья Пермяков. Включишь звук? Илья, пожалуйста, мы вас слушаем, надо только включить микрофон. Да, да, я включил микрофон. Вы знаете, Дима и Никита сказали уже, что во многом этот фильм, ну, один из фильмов этой большой саги стал вообще возможным благодаря тому, что Равштейн Зайдс приехал на несколько дней и принял участие в нем. И я хотел, знаете, я хотел бы простой жест очень сделать. Я просто с экрана, может быть, сейчас покажу небольшую сцену, в которой он участвовал. замечательно. Замечательно. Вы посмотрите на этого человека и вспомните его. Да, очень классно. Вы можете делать шер, нет проблем. А, ну, хорошо, окей. Это вот так вот будет выглядеть. Очень так не высокотехнологично, но нет проблем. Это лучше, чем шер, потому что не будет тормозить. Да, да. Люди имеют тенденцию говорить. И они говорят. Люди имеют тенденцию говорить. И они тенденции. И дать названия тенденции. И они не не знают что они знают. Мы говорим о том, и о электроне. Мы не знают что электроны они знают, и не знают, что электроны они. И есть great физикист которые сказали, что для меня, когда я envision электроны, они маленькие red волны в space. Он знал что это не но он но я не не динам дам дам Я не могу сделать другой. Если я в том, что я не знаю, что электрон есть. Я не знаю, что движется в одном из других сторон. Я могу сделать формулы, и я могу использовать формулы. Я знаю, как они операют. И я принесу в том, что basic notions не только значительно важны. Я не буду говорить это плохое. Я просто думаю, что это изменение. Это изменение в понимании. Это изменение, и это тоже изменение, и это было бы о том, что я написал, о том, что я пишу о том, что тоже не начинается с очень хорошо знанием. Но начинается с того, что вы не знаете, что это не значит. В определенной форме, вы видите, что мы делаем, все это все. Мы говорим о Бог. Если вы не знаете, вы не знаете, что Бог. В одном из наших холли-боков, это не может быть, не значит, что «но подобное мнение может понимать Бог». Только «наряжение в сердце» может понимать Бог. Я скажу это в отличие от того, что это неизвестный вопрос из Бога. Но, в этом вопросе существует. И по вопросу, что из них есть свои спорты? Что для того, что для того, чтобы вы просто подбить это, я бы сказал, в широкую вещь. Когда вы начинаете задать эту вопрос, somehow вы уже, не вовленьшись, вы уже в релом своего религию. Это не значит, что вы в релом своего религию, она как до сих пор в Редакторе. Но вы в реломах Amaяна. В релизном 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 религию. Религию, например,you это ге�оризну. Орландо-Релизном релизном религию. Орландо-Религию. Длями, в этой время и проходе, в тандартной сезоне. Таким образом, милиция в релизном религии. Я не говорю о религии, вы можете приедать, You may believe in it, you may even think, you may even call it scientific, if you want to, but it's a religion. Now, this religion also has the notion of a purpose, clearly, very clearly, because that's the part, it's the innermost part of it, which is to what direction does society have to go? Not where does it go, but what is the necessity to develop in the future? It's a big amount of history, the narrative of a person. The person's speech was a very broad, too sharp, a lot of the intent, and the reaction of the most of the characters, Даже он за короткое мгновение времени, естественным образом, умудрялся притягивать к себе внимание людей совершенно разных областей знания, темпераментов и прочее, прочее. И так получилось, что без его речи, без его притч, без его острот, этот фильм бы не выстроился. И да, возможно, это небольшая часть, всего лишь кино, подумаешь, но удивительно, что человек, который никак не был связан с киноискусством, просто десантировался на короткий промежуток времени и сделал возможным то, что без него не было совершенно возможно. Я за это бесконечно благодарен Равуш Тензальцу. И я думаю, что вы видите его на экране, и сразу без слов все понятно. Что это за человек, как он разговаривал, какой свет он нес своим присутствием и среди людей, и просто в кадре. Это все видно, и я счастлив, что это осталось. Спасибо вам большое. Окей, потряс. Нет слов, просто потряс. Видишь, Тензальц, как он говорит, не знаю, у меня вообще мурашки были. Ну, хорошо. Окей. Йона Шнайдер, дорогой, ты хочешь нам сказать? Йона, включи микрофон, please. Йона, у тебя включен микрофон, если ты будешь говорить, мы тебя будем слышать. Да, я буду говорить, я постараюсь недолго. Нет проблем, возьми время, сколько тебе надо. Я хочу сказать, что для меня, вот как и для Ильи, для Натана, уход Рава – это тяжелое время. И у меня очень много жизней было связано с Равином. В конце 80-х годов я учился у Ильи в Питере, а потом переехал в Израиль и поступил на работу в Институт Штензальца и проработал там 20 лет. Для меня это время после 40 очень интересных лет жизни в Советской России. Это было, конечно, все было очень-очень странно и необычно. И я думаю, что то, что я выжил и сумел продолжить как бы то, что я делал и в России, практически не менял сферу деятельности, это то, что я хочу сказать. Во-первых, то, что после 20 лет работы в Институте и после этого прошло, прошли еще годы, и только в последнее время я начал немножко понимать то, что говорил Равштин Зальц. Я начал читать его книги. И очень-очень немного, конечно, я понимаю, но сегодня я могу сказать, что то, что я понимал тогда, когда я его слышал, это было настолько далеко от того, что там действительно было сказано. И я начинаю понимать, какие задачи ставил передо мной, перед всеми нами раввин, и как мало мы сделали для того, чтобы эти задачи выполнить. Но мы старались. Надо сказать, что никогда он не ругал нас. Но однажды он сказал, что ты еще не дорос до того, чтобы я тебя ругал. То есть он понимал, что я ничего не понимаю. Я просто перескажу несколько слов из его, из того, что он говорил. Одно из своих выступлений, он, собственно говоря, все эти годы он разъезжал все время. Вот как он приезжал к вам, к тем, которые сейчас говорили, так он разъезжал по всем весям и встречался, и говорил. И один из разговоров своих он начал с истории, он любил приводить истории про Рава Хайма из Амдура. И про Рава Аруна из Карлина. Я два слова скажу, просто перескажу в двух словах эту историю. Я думаю, что многие из вас ее знают. Это было, когда хасидизм только начинал свой путь, и хасидские лидеры старались привлечь самых лучших людей к своему движению. Вот одним из таких самых лучших был Рав Хайм, Хайки, как его звали тогда. Это был знаменитый ученый, знаменитый как бы, все его знали. Но его трудно было очень привлечь, потому что он не входил из своей комнаты. Он учился все время и никогда не уходил. И вот чтобы его каким-то образом привлечь, послали Рава Аруна. А Рава Арун, основатель одного из направлений потом хасидизма, он был как бы одним из первых вот таких лучших людей, которые могли привлечь. Раби Арун приехал в Амду и произнес блестящую, блестящую речь в синагоге, на которую, конечно, Рави Хайки не пришел. Тогда Раби Арун произнес вторую речь, третью. Все, как бы весь город шумел, насколько это было глубоко и серьезно. И Рав Хайм подумал, ну, надо все-таки подойти и посмотреть. И он пришел. И когда Раби Арун увидел Рава Хайма, то он произнес только одну речь и ушел. Тут же ушел. Одно предложение и сразу же ушел. Предложение было такое. Наиды, что он сказал? Тот, кто не становится лучше, тот становится хуже. И ушел, и уехал. Сразу же уехал из города. Рав Хайм, который еще достиг всего в науке. То есть, никто не оспаривал его глубину знаний и преданности. Он стал думать над этой фразой, и в конце концов стал хасидом, и в общем, действительно, стал двигаться. Когда Рав Штензальц это все рассказал, он сказал, я должен был бы сейчас повернуться и уйти, собрать вещи и уехать из вашего города. Но я этого не сделал, сказал Рав Штензальц. И еще где-то минут 40 он говорил всякие разные истории, переварил все это на более понятный для нас язык. В каком-то из других своих выступлений вообще он очень тепло относился к русским евреям. Илья уже говорил, что он создавал такие группы людей, как правило, очень творческих. Давал им возможность делать то, что они хотят. Например, когда он приезжал в город, то он всегда спрашивал, о чем мне говорить. Он не приезжал с готовым выступлением, он спрашивал нас, ну вот что вы думаете, о чем мне говорить. Всегда ему нужно было говорить тему выступления. Он делал для того, чтобы быть понятным. Так вот, в одном из своих выступлений, потом, через годы, он сказал, мне казалось, что я приеду, вот как спичка, я поднесу спичку, и все загорится. Когда он это говорил, то вот этого пламени не было. Были какие-то отдельные очаги огня, но вот того пламени, о котором он думал, наверно, не было. Все? Натан? Окей. Если можно, да, Бенни, я вижу твою руку. Продолжая тему Йона Шнайдера, я хотел бы просто, на самом деле, у нас как бы вот этой части сейчас не было, я хочу вам, честно говоря, пролистать. Секунду. Вот я сделал шер, вы видите, да? Сейчас, секунду, да. Все эти, они, к сожалению, фотографии маленькие, дико извиняюсь, я не успел подготовить, я вообще весь артист передал уже в институт Штензальце. Не знаю, это то, что у меня было на сайте, но неважно, идея какая, просто как бы в одну фразу. Я работал там же, где Йона Шнайдер, да, то есть это мои 13 лет в Израиле. 13 лет просто, это огромная часть. Вот, совершенно замечающее, замечательное, потрясающее время было. Окей, я, в отличие от Йона Шнайдера и многих других, Ильи Горкина, моя как бы должность такая, это обычно саппорт, помощь, поддержка, то, сё, пятое-десятое. Окей? Поэтому я, к сожалению, практически не удостоился разговаривать с раввином, сопровождать, и вот что-то такое. Ну, как обычно, знаете, придворные парикмахеры, то есть все пятое-десятое. Были какие-то вещи, которые, думаю, как бы, я столкнулся с тем, которые нормально люди не встречались. Например, я послал фотографировать раввину, я приходил в его маленький такой дом, который импоминал мне домик вообще где-то в России, наверное, в местечном каком-то, в начале Мушава-Германии. Я помню, мы его фотографировали, мы делали буклет про Авдалу, окончание субботы. Пару фраз шло такое. Да, приезжал Миша Горелик, журналист, который делал с ним потрясающую книгу. Сейчас мы увидим обложенные простые слова, где Родин говорил про самое простое, самое сложное, что окружает человека. И мы ходили в переулке, я их тоже фотографировал. Потом мы с ними виделись какое-то время. Потом я как-то с ним, он пришел, где-то с ним, и пристанавливал в нашем офисе, офис, такой маленький домик, да. Вот, и, ну, там, как бы, привет, да, вот, здравствуйте, Родин. И что такое, не помню, там сколько-то фраза у нас, которая светлась, что он, как бы, меня знает. И я, как бы, называется хуцпа, такая наглость, я говорю, а что ты действительно меня помнишь? Было как-то удивительно. Он говорит, ну да, конечно, ты же фотограф. То есть, как бы, это сняло все, человек действительно реально меня помнил и знал. Окей, теперь дальше. Я сейчас просто пролистаю вот эти вот фотографии, они связаны, как бы, с той деятельностью, которая, ну, которая делается, ну, Штензальцев. Потому что в моих глазах, как бы, там, ну, две большие области было. Одна область – это книги и издание Талмуда. Сейчас тоже в двух словах просто покажу. И, как бы, ну, не пикантярия, известные вещи, интересные вещи с этим связаны. И второе – это действительно, насколько я понимаю, в начале 90-х годов, когда раскрылся, ну, сомневшивая и все, и раввина, если так можно сказать, провозгласили, не знаю, как, духовным отцом российского еврейства. И тогда было действительно то, что вот Йона говорил. Раввина реально просто в течение суток лет привозили из одного места в другое. Сейчас будет картинка, где он стоит с рыбкой где-то на Камчатке, по-моему, да? Ну, вот я просто, как бы, вам сейчас… секунду. Так, я надеюсь, ничего не застрянет вообще, говоря. Вот тут, как бы, фотографии. Они маленькие, но я надеюсь, что вы видите. Те, кто знает и подскажет, либо поможет, мне пора сказать, насколько я понимаю, вот это вот, это Велихов. Правильно я говорю? Да. Да. Велихов. Ну, да. Вот он, Велихов. Велихов, да. Вот этого человека я не знаю, кто это. Это тоже какой-то… Да, есть очень большая статья, беседа Штензальца с Велиховым. Да, да, да. Окей. И вот я хотел вас спросить. Я вообще читал эту статью, но я понял, что он вообще был не Хасид. Штензальца. Секунду. Знаете, что, Борис, это большой очень вопрос. Я думаю, это группа, которую он организовал. Сейчас я только закончу, как бы, свои личные воспоминать. Думаю, если останется время, мы будем… Вы можете сказать, был он Хасидом или нет? Ну, я понимаю, вы меня ставите к стенке. Я на этот вопрос отвечать не буду. Я думаю, что потом скажет Илья. Хорошо, давайте досмотрим то, что я хочу показывать, а потом выясним, кем был ранен. Я думаю, что до этого… Однозначного ответа. Да, все выступающие говорили, что он был Амгарцем. Хасидом тоже. Где Штензальц ведут с Велиховым? Он был Хасидом только в одном смысле, в котором сказано, о, Амгарец Хасид. Он не был Амгарцем. Он был Хасидом, он был и Хасидом тоже. Это мой ответ. Если можно сказать, что он сам о себе говорил, то в одном разговоре он назвал себя сам Хасидом Альтереби, старого Реби, который Рабишнеур Залман, автора Тани. Он, безусловно, имел отношение к Хасидуту, безусловно, и безусловно, имел отношение к Хабаду. Он, конечно, был человек неординарный и нетривиальный. Легко его вписать невозможно, но, безусловно, и по своей деятельности он был Хасидом. Окей. Смотрим дальше картинки, но это правильно, то, что вы делаете, это как раз такая идея была, чтобы был триггер. Это сидит Рабштейн-Зальц и Щеранский, это не потушок. Окей? Кто такой Щеранский, я думаю, народ знает. Да, это вот в Фейсбуке... Правозащитник, которого выслали... Это, знаете, то же самое, как стать у Рабштейн-Зальца Хасид. Ну, правозащитник тоже, да. Окей. Идем дальше. Да. Идем дальше. Щеранский был позавчера к Аснашеве, в доме у Рабштейн-Зальца. Его детьми общался. Окей. Так что связь продолжается. Окей, я листаю дальше. Вот это Рабштейн-Зальц, вот это в России, насколько я понимаю, вот эти фанукальные свечи, которые зажигались. Вот здесь, я думаю, люди, которые были в фунцевской жизни, чтобы они были близко к этому, они могут расшифровать. Вот сидит Йоныш на этом, правильно, показываю мышкой. Вот Рабштейн-Зальц. Вот это Давид Эйнштейн, я его знаю про... Ну, хорошо, ну, видите, называется Агафа Тарбутурани, то есть из Министерства просвещения, да. Если кто-то знает еще действий, то скажите, если нет, я буду листать дальше. Молчание. Листать дальше. Окей. Да, это, ну, всем известный Шайя Гиссер, мне как бы жалко. Я, Шайя, если будешь видеть эту запись, я дико извиняюсь, что я в последнюю минуту тебе прислал приглашение. Но, как я и сказал, надеюсь, что еще будет много вечеров и будет как бы выступление. Шайя Гиссер, нет, тоже, это я тоже, а Шайя Гиссер, он работал в институте Штензальца. Он был, ну, я не знаю, Йона может меня поправить, он был главным приближенным к равену Штензальца, если так можно сказать. Он был его переводчиком во всех его поездках. Потом Саша Тегин и так дальше. Вот это Равин, а это Шайя Гиссер, да? Вот здесь интересная штука. Женщина, которая мне это прислала, я не знаю, если она не знакомится, я ей скажите, пожалуйста, сами, если нет, то я озвучу. Яэль Брах, Ашкенази прислала мне эту штуку. Скажу по памяти, было в Фейсбуке написано так, что в одной из поездок по Украине был отменен автобус. И люди, разбежавшись к своим делам по этому городу, они попросили Равш-Назальца постеречь их вещи. Вот сидит Равш-Назальц, и он как бы стережет вещи народа. Окей, ну, да, тоже, да. Хасиб. Вот Хасиб, пожалуйста, спрашивай Хасиб. Вот Хасиб. Окей? Вот это тоже маленькая фотография, очень большая. Йона мог бы сказать гораздо больше про меня. Была целая сеть научных таких вот заведений, вот этих вот искор, из которых должна была разгореться пламя. Я думаю, что насколько это разгорелось, может быть, не так, как в пожар, я думаю, не превратилось. Окей. Это назывались Батэ-Медраж. Батэ-Медраж, то есть как бы места учебы. И вот здесь сидит, вот здесь вот Равин, да, вот борода Равина. Ну, здесь всякие люди, которые здесь тоже где-то Йона Шнайдер сидит. Вот это, Йона, можно сказать, где это было, где-то в Подмосковье снимали какую-то дачу, Равин на ней был. Это вот стандартный Равин встречается, значит, с народами. Это на Гончарной набережной в месте, которая стала Маккор-Хаин институтом Равина в Москве. Вот это там, это в комнате, которая была в музее и что-то такое. Да, вот Равин встречается с народом. Матан, ничего не видно, ты можешь покрупнее чуть-чуть сделать? Ой, это связано с сайтом. Да, я могу покрупнее, старик, но думаю, что все-таки, да. Аж ты можешь увеличить у себя. Ну да, я увелич... Да, во-первых, можно увеличить у себя, но вот так у меня уже расплывается, но, бесседер, хорошо. Ну, то резолюция будет похуже. Ну, послушай, я извинился, ребят, но, бесседер, я не был к этому подготовлен. То, что у меня осталось. Бесседер, я вам могу на словах сказать. Никто не обвиняет тебя. Спасибо, что увеличил. А, окей, сабам. Ну, вообще, у каждого есть эта опция, но неважно. Вот здесь вот есть, стоят ветераны, да, вот мы едем дальше. Вот некоторая женщина, которая где-то на Украине, про нее был целый тоже рассказ. Вот здесь стоят какие-то деятели, по-моему, это в России. Вот я их не знаю. Я не знаю, кто это. Я не знаю, кто-то скажет, пускай как бы скажет. Вот тут сидит тоже человек. Вот это кто-то, по-моему, я могу соврать, это, по-моему, это Аверинцев. Я могу ошибиться. Кто-то хочет меня поправить или сказать... Не ошибаешься, не ошибаешься, Натан, это точно Аверинцев. Точно Аверинцев. А вот, да, вот все. Окей, сабам, значит, я помню. Да, вот здесь какой-то фардрейсинг или что-то такое. Кто-то сидят, какие-то важные чины еврейские того времени. Ну, не знаю, ладно. Окей, здесь написано 28 женщин, один раввин обслуживает книгу Брешин. Окей, ну, тоже вообще примечательно, да? Вот если есть женщины, да, вот это Шайбисер. А, да, раввина здесь нет слегка. Да, раввин от Шайбисер. Ну, не важно. Да, вот знаменитая фотография. Это раввин стоит с рыбкой. По-моему, это рыбка, это на Камчатке. Окей? Хасиб с рыбкой, можете сказать. Да, ну, вот тут тоже всякие встречи. А тут про Листров, тут какое-то... Да, еще какие-то люди. Вот это вот в Кунцево, да? Вот те, кто были в Кунцево, могут сказать, этого человека я знаю. Да, это Дима Сафронов. Последние годы мы не общались. Он тоже работал в институте Штензальца, переводил. Замечательный парень. По-моему, он живет в Германии. Вот раввин Штензальц, вот так как бы я его... Да, вот тот раввин Штензальц, который тех времен. Вот это уже как бы... Да, вот стоит Дуди Палан, который был директором. Вот стоит Нессия Наташа Ферман-Слободянник. Вот что-то такое. Был специальный торт. Не знаю, ресторан Прага, что-то такое организовали. Это уже в то время, когда в Москве организовали всякие эти самые... Да, а это вот... Да, вы можете сказать, кто это, правильно? Я подзад... Кто это? Алло. Явич, что ли? Вот это Татшин Шаевич. Да, мне тоже Татшин Шаевич. Да, это была... И там рядом, по-моему, это... Да, это была презентация Талмуда. Да. Вот есть такие нежелательные персонажи, которые появляются в архиве, но мы стирать не будем. Это наш президент Кацав, который вообще в тюрьме потом сидел, да, в отличие от присутствующих. Ну, как бы... Да ладно? Что сказать? Не-не, вы все дорогоморны. Президент как президент. Он в то время был президентом, да, он не сидел в тюрьме. У нас это быстро может быть президентом, а он в тюрьме, но сразу... Он уже отсидел что-то. Ну, он сидел, да. Нет, я вообще не против, да. Окей. И вот он от имени государства Израиля, значит, такое поздравлял. Идем дальше. Да, вот это Велихов, правильно? Это на том же Велихов. Вот они чокаются, пьют веношек такой, да? Но это вы знаете, да? Тут говорить не надо. Это люди, которые из России нет. Это Берлазар, правильно? Окей. Это Дуди Палант. Вот это очень давно, то есть буквально сколько-то последних годов, я совершенно не пересекаюсь, не знаю, надеюсь, что жив-здоров, Хайм Аарон Кингенбаум, правильно? Который был руководителем... Ну, год назад, по крайней мере, он был, слава богу, жив-здоров в Москве. Будем надеяться, что это продолжается. Который был, как бы, директором Акора Хаима в Москве. Мне кажется, что ты купишь котик. У него две такси, одну маленькую, другую большую. Я выключил нишу, потому что там идут какие-то звуки, по-моему, это не к нам. Так, у меня... А, да, сейчас, полсекунды, секунды, 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 одна, одна секунда. Сейчас, потому что я переключился. Окей, да, ну, тоже это раввин, с кем-то где-то на каких-то. Вот это тот раввин, что называется, который, я думаю, помню я в мое время, и также остальные. Вот это тоже раввин. Это раввин гораздо раньше. Это, по-моему, начало Кунцевской ешивы. Да? Скажите, да, нет, потому что я говорю, пустое пространство. Вы же там учились, сломану. По-моему, это раввин как бы в Кунцево, вот, снега и все такое. Да, похоже. Раввин-то это раввин. А насчет Кунцева? Ну что? А кто не... Снег в России много... По-моему, это Кунцево. Похоже. Похоже. Это Кунцево... Я думаю, что... Вот это. Вот Хаймар. Это точно Кунцево. Ну правильно, это Давид Палант и все такое. Да, вот это... Вот это деятельность Йона Шнайдера. Вот раздают народу книги. Это, кстати, в Израиле. Это в Израиле. Вот этот народ, который встречается. Вот раввин, да. Раввин стандартный. Может меня поправить, как бы... Насколько я видел все выступления раввин, он выходил к столу, садился на него, лицом публики и как бы разговаривал. Ну, по-видимому, чисто хасидский подход как бы располагает к общению и пятое-десятое. Я как бы с юмором, окей, это как бы книжки. Вот какой-то ветеран, до которого тоже истабилетели. Да, вот та же самая женщина. Вот народ с этими книгами. Да, вот одна из первых хуб. Вот у нас есть Дима Давид Капелевич, который нам расскажет про то, как Равишнандель ставил ему хубу. Дима, не кивай головой, ты тогда будешь рассказывать. Вот это одна из первых хуб в России. Вот, счастливый молодой человек. Прошло лет 20, надеюсь, что и брак оказался прочным. И дал какие-то ростки. Да, вот ему делали хубу. Вот Равин Штензальц. Вот это стандартно. Это, да-да-да. У нас было два домика. Один домик это был Равина домик, а второй домик это был там, где было русское отделение. Вот это, по-моему, домик, который был у Равина. Вот как бы это его. Это какой-то съезд международных. С сожалению, я не нашел фотографии. Была потрясающая фотография. В ООН был съезд всех Равинов. Это Папа Капки. Не всех Равинов, а всех религий. Вот. И были совершенно люди и буддисты, и все, и пятые, и десятые. Среди них стоял скромный раб. Рядом с ним стоял человек с такой повязкой. Мне сегодня Шлома объяснил, что это сикки или кто-то, кто не ест насекомых. Они определили нехиловичные. Сейчас, теперь, все с этими ходим. Я с ним смотрю. Вот потрясающая фотография. Там, наверное, я не знаю, человек с тонной она стояла. Представить. Вот, пожалуйста, да. Вот с этим. Это тоже на эту тему будет сказано два слова. Да, вот, пожалуйста. Это может быть как раз на тему той фотографии. Вот что такое буддисты. Это уже не буддисты. Это наши люди сидят. Да, это тоже самое встреча с народом. Но уже не зимой, а летом. Окей, теперь на одной ноге просто книжкам, которые выпускались. Вот знаменитый, я говорю, знаменитый, да, Вавиланский Талмуд, издание Штензальцев. Я не знаю, по-моему, Урия Гершович так и не успел присоединиться, что очень жалко. Если он здесь, я его не вижу, с теми 70 плюс человек, пожалуйста, скажи, если ты здесь, я передам тебе слово, чтобы ты сказал пару слов. Да, по-видимому, Урия не присоединился. Окей, тогда я говорю то, что я знаю. Знание было уникальное, потому что кроме, после первых, которые были изданы, которые идут по трактатам Талмуда, а именно Баба Батра и было еще введение в Талмуд, Раштензальц принял решение, ну как бы с народом, по-видимому, с теми Шангисом, с Урием Гершовичем, что неправильно переводить как бы слово в слово, а правильно издавать некоторые подборки, которые будут представлять общую тему Талмуда. И было сделано потрясающее издание «Онтология Агады». Оно было принято совершенно неоднозначно. Вот я вам потом покажу письмо человека, который написал и как бы критикует. Очень интересно, это было очень в тему. Вот это вышло, два тома «Онтология в Талмуде». Я думаю, можно купить там книжник или где-то еще. Вот книжка «Простые слова». Это второе издание. На первом издании был «Простые слова». Это на протяжении нескольких лет журналист Михаил Горелих, он проводил интервью с Равом Штенгальцем, где-то и публиковал. А потом он приехал просто в Иерусалим и ходили по вот этому переулку. Это сейчас переулк, который кто-то знает Иерусалим, Рохов-Агрон. Не помню, как называется переулок, честно говоря, может, ее на меня находят. Мааравим. Мааравим, правильно, да, Мааравим, потому что там живут люди из Магриба, я думаю. Вот, он кончается институтом ислама, а сейчас построена совершенно потрясающая там гостиница Вальдорф. Но неважно, вот в этом переулке было два таких домика, вот они ходили по этому переулку, и на моих глазах проходили вот эти вот встречи. И вышла книга «Простые слова», тоже можно скачать, посмотреть. Вот это взгляд тоже общая, это точка зрения. Мудрецы Талмуда, рассказы Невчана Равинахмана, да, беседа, это другое. Это невидная была беседа о социологии невежества, да, эта маленькая книжечка называлась «Разговоры о Кабале», вот Талмуд, да, а вот это вот тот самый, я делаю чуток побольше, да, вот это стоит Миша Горелик, а вот это вот Равин Штензальц. Окей, да, потрясающая книжка была «Еврейский вопрос» с Один Штензальцем, совершенно неоднозначный, совершенно нетривиальный, ну как бы реально вообще такого не было, да, вот, на котором обсуждался вообще еврейский вопрос. Все, это я кончил, значит, единственное, что я хочу еще, то, что сделать, я думаю, это будет интересно, буквально полсекунды, сейчас, сейчас, полсекунды, да, вот этот текст, и вы его видите, я думаю, да, интересно, вот это вот предисловие к, предисловие к, черт, сейчас, секунду, предисловие к Агадев Талмуд написал профессор Аверинцев, да, академик слегка не знаю, не знаю, может быть даже академик, не знаю, вот, естественно, сейчас прочитать как бы невозможно, но даже минимально то, что у вас глаза идут по тексту, да, ну как бы потрясно написано, вообще говоря, пишет человек, который вообще, говоря, ну сказать, не еврей, и как бы имеет минимальное отношение к еврейской культуре и все прочее, написал такую потрясающую вещь, можете ее потом прочитать, да, а вот здесь вот, что видите, вот написано, видите, Сергей Аверинцев, на мой взгляд, как бы совершенно нетривиально, нетривиально, что был приглашен Аверинцев, я вообще рад с ним общался и так дальше а вот интересно вот критика специально для вас вот посмотрите что пишет некоторый человек да о человек пишет человек пишет также если вы не видите я могу прочитать также он пишет критику да также замечательно что для общей редакции в случае изучения не нашлось более человека более близко к еврейской традиции чем православных христианин веренцев один кошерный еврей на всю компанию до рашензальц ну к шайбисера как бы там всех остальных еношная дра никотонки так дальше решать понятно нет но по моим сведениям русским не владеет так не может контролировать русских личное издание своих текстов полагаясь на тех кому считает можно доверять данном случае это оказалось люди живущие вне удаизма то такие как такие изучают иудаизм увидим ниже начнем как полагается цветочку ну то есть как бы очевидно да вот это было насколько понятно сколько нитривиальными вещами занимался все говорю последнюю вещь и на этом передаю микрофон другим вот а вот был ответ интересный ответ можете прочитать я могу это опубликовать будет интересно вот сначала фейгин отвечает потом гисер отвечает да они все пишут про неофитские пылы 5 10 а потом очень подробно отвечает ему ури гершович все дамы и господа я как бы закончил окей хорошо бене отлично да бене йонин пожалуйста дима подготовься бене йонин мы тебя слушаем да во первых в зоне интересно в какой степени воспринимается в русскоязычном мире иначе чем в израильском мире да я пришел в израильского мира и знакомства с ним в израильском мире я хотел рассказать о арабском языке как о хасиде и в особенности о том как он молился это это очень впечатлило меня когда я обнаружил как именно он молится потому что он очень много он очень много говорил про про молитву молитвы рожа шана йом кипур вешиве длилось много много часов я не знаю сколько потому что не состоялся часами но предположим три или четыре часа главная молитва в рожа шана да утренняя и рожа шинзаль стоял неподвижно все это время все эти годы и и тогда есть повтор молитвы да то что называется хазарат и шарф рожа шинзаль стоял повтор тоже и только когда приходило доходило до брикад куаним до благословения священников то он закрывал сидур заканчивал молитву чтобы участвовать в совместе со всеми в благословении священников я никогда не понимал что он делает все пытались его имитировать все пытались молиться как можно дольше никто не понимал как это делать и когда я смотрел на него явилось что он листает страницу сидур в зад вперед за вперед не что-то что похоже на молитву не двигается не считается он стоит довольно больной кстати довольно последним довольно больным был стоит неподвижно и как-то раз заглянул заглянул за его плечо я обнаружил что все это время я заглянул ему за плечо близко к к тому моменту когда он включал включается обычно в молитву после там 3 3 3 часов когда он стоит вообще не двигать оказывается все это время он на первой странице сидура ну молитвы то есть первая молитва смена и све вот первые слова он он на них долго долго находится и все оставшуюся молитву а молитва разрешена как вы знаете она очень длинная то есть просто проговорить это довольно занимает много времени он это молниеносно совершенно говорил для него главное это было это моя интерпретация я вам рассказывал что что есть да как это понимать может быть по-настоящему все это время он когда он стоял он просто подготавливался к тому чтобы произнести эти первые слова в начале молитвы все остальное он уже проговаривал очень очень быстро у него было он был полностью хасидом он был он был живым примером хасидизма причем он был персонажем который можно читать в убера он был персонажем о котором он был каким-то отражением того образа цадика которых о котором можно читать разных рассказах про праведников и это врывается в первую очередь в том как он молился он никому об этом не говорил он никого не рассказывал никогда не советовал его ученикам так поступать это была его личная связь с богом и может быть еще одну маленькую вещь хочу сказать когда он преподавал хасидуд хасидизм в маленьких кругах это происходило достаточно редко нужно было для этого специально ехать в института в этом улице марзин когда собиралась группа 10 человек или что-то это было по настоящее это было очень рано утром это было до начала рабочего дня это было где-то в 5 часов утра было ощущение дома ли дома литвы что просто он берет нас всех сидит за сидят за круглым столом и уносит собой какое-то небо это это дало мне как бы у зрительскую тщель на какое-то мгновение что такое хасидизм это все что хочу сказать а ты учился в ешиве Рава правильно да я учился в ешиве и я очень много с ним встречался еще после ешивы и мне он очень то есть вообще для ними для меня все чтобы о чем вы рассказываете это воспринималось как то что сегодня Рав не может приехать потому что он за границей он ехал за границу почти каждую неделю и мы не понимали куда и для чего потому что мы об этом ничего не знали поэтому удивительно до такой степени его жизнь была многогранна это все окей бенни потрясно спасибо огромное дима ты хочешь нам что-то сказать включи микрофон я не буду рассказывать про эту хупу я понимаю что это такое эпоптирующее в чем-то явление но про это я как раз рассказывать не буду потому что из этого в конечном счете ничего не вышло вот да и как бы воспоминания у меня об этом достаточно мимолетные присутствие самого Рава Штензайса тогда я лучше расскажу что он как бы чем он был для меня в моей жизни когда я приехал в Израиль буквально в нескольких словах во-первых когда я приехал в Израиль я более или менее прилично знал литературный евреев и искал для себя книгу которую мог бы почитать было прямо через неделю две после переза в Израиль и как так получилось я уже не помню как что книга которая попала ко мне в руки это была книга его библейские образы и собственно говоря с этого началось наше знакомство современной израильской литературы потому что до этого я читал только такие плампановские тексты вот и в чем-то благодаря этой книге такая пикантная немножко смешная подробность учителя в Ульпане увидели что я читаю эту книгу и без всякого экзамена распределили меня тогда на четвертый уровень университетского Ульпана на уровень Дали это было довольно смешно потому что я пришел туда ничего не понимал что говорят я был пока неделю в Израиле вот поэтому как бы пришлось потом делать разного рода круги но во всяком случае с этой книги началось мое знакомство и хотя с тех пор я прочел много разных других его книг и это как бы такое любимое воспоминание тогда для меня это было как бы некоторое открытие то как он описывает монастических персонажей когда же я узнал о том какую такой критике подвергся этот сервис незадолго до этого но в общем это как бы вот некоторое окно иудаизм иудаизм который ну как бы мог тогда отвечать каким-то потребностям человека который только с этим знакомится вот так же точно так же точно я думаю что для многих русскоязычных людей которые начинали учить талмуд вот это издание талмуда что изальца играла ключевую роль и хотя опять же с тех пор я как бы вполне способен читать другие издания талмуда и вильнюска издания но как бы вот эта память той помощи которой это издание оказывает оказывала мне когда-то она как бы наполняет духу благодарностью и в общем как бы если смотреть на это издание и сравнивать его со всеми другими я могу сказать что его в первую очередь отличает открытость миру это издание которое открыто всему миру и оно так построено что оно может действительно говорить как бы ответить на потребности любого человека который только сейчас начинает учить талмуд для которого это совершенно чужой мир а вот вдруг оказывается что он в состоянии для себя как-то найти какие точки соприкосновения с этим миром это наверное то что вообще отличало рауштейн-зальца абсолютная открытость миру еще я скажу это как бы уже не совсем конкретно связано с рауштейн-зальцем лично но но все-таки в 92 году я приехал культовскую ишиву уже из израиля преподавать увидел какие люди там есть опять же абсолютно такой разный набор публики который тоже как бы демонстрирует насколько разные был каляя адрес вот это как бы то это те люди которым обращался рауштейн-зальца своей учением которые влеклись к нему кстати слома наверно помню это собственно говоря то место и то время когда мы с ним познакомились ну и закончу я такой немножко пикантной подробностью опять же поскольку я очень любил снигу любезти образы я использовал ее в преподавании в университете в РЛА для русскоязычных студентов где мы опять же я и Шлома вместе в этом проекте участвовали и использовался русский перевод этой книги а там есть такая статья которая называется Сара Саратница на иврите это звучит Сара Бадзулгасошил Авраам гораздо более нейтрально но для российского уха такое такое определение оно как бы неизбежно создаёт некоторую анекдотическую ситуацию и вот я открываю один раз экзамен который написал мне какой-то остроумный студент и он как бы там был вопрос связанный с Сарой и он соотнесся с этой статьей и написал такую вещь объяснял то что в скобках НК Крупская да но вот это как бы Сара Саратница да значит общее дело это как бы те ассоциации которые это вызвало у русскоязычного студента здесь в Желучево Израиле вот но в общем заканчивая все эти тумбурные воспоминания я просто опять же хочу подчеркнуть что на мой взгляд как бы роль которую Рава Одинчатый Зальц взял в становлении современного израильского общества она прежде всего роль которой наверное нуждается израильской обществе сегодня как никогда роль соединительная объединительная то есть это был человек который ну в чем-то наверное после Рава Куха он второй такой который мог говорить со всеми на их языке и не пытался в том с кем он разговаривал увидеть соперника, противника, врага а наоборот это был диалог на равность в чем-то тот диалог который к которому призывал в свое время Марсин Губер в своей книге «Я и ты» ну вот собственно и все окей Дим, спасибо огромное по-моему был промелькнул Иглом Менахин Иглом а присутствует ли ты среди нас? присутствую Замечательно А ты хочешь нам что-то сказать? Я на самом деле не очень хотел говорить но наверное все расскажу у меня с Равом были очень специальные отношения он к сожалению один может быть самый важный из моих не состоявшихся учителей вот есть такая заповедь, не заповедь очень важное правило, которое я сформулировал за внешнего а вот сделай себе учить но к сожалению в общую жизнь с этим как-то получается плохо и Равштегензельс был наверное самым большим им правом я действительно очень с ним подружился с его первым приезда в Москву с открытия Ешивы, которое еще было не в Кунцево, а в частной квартире на подсоюзной улице и дальше первое наверное года два в Израиле проработал в его институте и при этом ходил на большинство его уроков в основном домашних потому что в самой интересной уроке он строил в Лесвове даже не в институте а в дома по его ученику а также выстраивал там какие-то регулярные встречи с нашими русскоязычными друзьями в уроке в нас за некоторое время будет такой раз в две недели на протяжении года урок Штензальца ничего-то, не каких-то конкретных текстов или каких-то конкретных тем а вот Равуштензальца как такового к сожалению, все это закончилось некоторой неудачей я действительно не смог стать его учеником это было очень большим ударом для меня и я так понимаю, что немалым огорчением для него но хотел бы сказать такую очень странную вещь, о которой здесь почему-то никто не упоминал Равуштензальц был великим неудачником дело в том, что удачниками бывают только люди более-менее простые и плоские вот это вот последнее, что может относиться к Раву он ставил перед собой некие совершенно глобальные задачи то, что в современном еврейском не знаю, дискурсе, портон, за грубое слово называется Текудалава совсем не то, что Текудалава в классических еврейских тексте он очень сильно пытался изменить и обладал для этого всеми возможностями и все время чувствовал, что его не получилось и не получалось он действительно пытался изменить израильское общество прежде всего несмотря на свои русско-польские корни он рождение вскебутся и человек, который плоти от плоти и крови подправился именно в Израиле он пытался сделать израиль другим таким, каким он его видел который, наверное, каким-то абсорутным идеалом тем, каким он тогда в обществе и должно быть для этого была затеяна невероятная работа по переводу Талмуда это он, в общем, сам вполне говорил говорил, что цель создаваемых ешип и учебных проектов он пытался отъесть в Израиле особо обострившееся в последнее время противостояние между евреями и израильцами особо обострившееся, на самом деле, совсем правильно на этом просто Израиль был построен и только последнее десятилетие или, может быть, пару десятилетий об этом стали громко говорить Раб считал это величайшей и главной трагедии Израиля и считал, что его труды могут это изменить и чувством, что ничего не получится Ровно так же неудачей были его отношения с мусскими милициями Когда русское еврейство открылось русское еврейство — это некоторая терра инкомпульта Загадочная туля мир, который находится в совершенно другой реальности который был для мирового еврейства в общем закрыт даже в те времена, когда стали понимать возникло независимое отвержение еврейства и так далее все равно это был абсолютно закрытый мир И вот Раб считал, что этот мир обладает тем потенциалом, которому так-то хватает Израилю и еврейскому миру Церкви А именно способностью, с одной стороны, поглядеть на мир Тура свежим взглядом Абсолютно свежим в результате 70-летней оторванности от него И найти мосты между убийством и современной культурой, наверное, а все же не цивилизацией вот той культурой, которая возникла в ушедшей Европе 19-го века и превратилась в западную культуру Европа 20-го Он действительно рассчитывал на то, что русские евреи, как только они вольются в еврейский мир, смогут это осуществить, оживить иудаизм в целом И наладить действительно полноценный, даже не диалог, а сотворчество Диалог в самом высоком смысле Между еврейским и общечеловечеством И это была задача изначально обречена на провал, так же как первая И, естественно, она проболилась, поэтому последние, даже не годы, а последние десятилетия его активной деятельности В третий раз, выступая в России, Рам говорил о том, как его бесконечно возочаровало русское евреи И, в общем, это действительно так На самом деле, то же самое происходило с его учениками Для меня не сложившееся ученичество – это личная трагедия, и трагедия о досаде весьма немалая Но я знаком с немалым числом его учеников намного более близких Не русских Глав его ешип, равинов, ученых, которые действительно были его близкими учениками Ощущение не сложившегося ученичества есть практически у всех, на самом деле Все в той или иной степени, все, с кем мне довелось об этом говорить, по какой-то степени об этом говорят, так или иначе И вот, где ты находишь его слабость, ты находишь его величие Человек по-настоящему значительный и, на самом деле, преуспеть не может Потому что он несоразмерен миру И задачи, которые он ставит перед собой, уж тем более несоразмерны Рафф Кинзайл с какой-то степени от воплощения этих невыполненных задач, недостигнутых целей О последнем разговоре, который у нас был уже тоже довольно давно, лет десять назад Он, собственно, прямо больше десяти лет Он тоже прямо говорил о том, что он чувствует, что у него ничего не лучше И вот только такой человек может действительно изменить мир к лучшему И, на самом деле, сейчас как-то особенно чувствуется, что ура в это получилось В какой-то степени его провал, это наибольшее его бездержание Он действительно сделал мир, еврейство И, в общем, всех тех, кто с ним когда-либо общался, несколько лучших Тут нет объективных критерий Лучше, хуже Просто немножко ближе к той цели, которую достигнут нельзя Ну, вот, собственно, и все, что я хотел сказать Окей Спасибо огромное Всем было дико интересно Это огромная пища для размышления, да? Деп, которые были внутри, тем, которые были страны Можно ему вопрос задать? Илья, я... Сейчас Борис хотел задать вопрос Я хотел вопрос задать Скажите, вот я вас прослушал Ну, у меня такой возник вопрос из вашего выступления Как будто бы Штензальц Больше хотел, ну, как бы вы говорили, соединить культуру современности с иудаизмом, да? То есть, ну, я понял так, что Несколько ограничить ортодоксов И более, внести более прогрессивные течения в иудаизм, так я понял, нет? Вот ни в коем случае Просто даже простите, но даже близко не так Раф Штензальц, безусловно, был... Он очень любил слово ортодокс Это вообще слово, понятие, возникшее поздно И в очень малой степени определяющая Религиозного еврея Он был в какой-то степени идеалом религиозного еврея Я думаю, что в значительной большей степени ортодоксов Опять же, в кавычках у меня сам термин Как и ему довольно сильно неприятен Но, в общем, идеалом... Он был очень близок к идеалу религиозного еврея Можно сказать так И, кстати, вопрос, который мы уже задавали Семен, безусловно, читал хасидом И, безусловно, хасидом был Таким вот, настоящим хасидом Такие люди, от него это как раз не слышал Такие люди обычно называют себя хасидом волшебтовым Основателем эссидизма Рэба, которого нету и быть не может При всех его близких отношениях С любым еще таким рэба Он не был бы хасидом, на самом деле Он был бы собеседником И хотел вовсе даже не преднести Не ослабить ортодоксию Или преднести новые веяния Он читал, что религиозное еврейство Как некоторый феномен И Бутие Религиозного еврея Это и есть объединение Еврейского и общечеловеческого Он хотел сделать евреев не менее еврейским, а более Именно таким, каким он им есть Более можно по-разному Совершенно не стремился Никаким образом не стремился ослабить ортодоксию Он бы хотел ее наполнить смыслом, которого Как ему казалось Она во многом лишается Каждый раз лишается заново Но все же лишается Окей Очень интересно Борис Мы просто не можем сейчас Как бы превращать в философские дискуссии Но спасибо вам большое Вы спросили Иглом отбил Замечательно Сейчас Илья А я продолжу отбивать Я только хочу одну маленькую вещь спросить Есть ли среди нас люди Которые учились в Кунцевской и Шире Которые хотят сказать два слова Потому что этой темы не было Шлома, ты по-моему учился в Кунцевской и Шире, нет? Я учился в Кунцевской и Шире два года Только не в Кунцевской, а вот на профсоюзной основном Ну да, я жил на профсоюзной 97 Но к тому времени я уже уехал отбили Я учился на всех этапах в этой и Шире Но есть люди, конечно, которые больше меня там учились Ну не важно Ну просто чтобы беседа Не важно Если кто-то хочет сказать Я очень бы хотел тоже что-то услышать Но если можно, я хочу Нет Такая вот возможность Чтобы Иглом сказала Меня не вызывало очень сильного желания возразить Но он, правда, сам себе возразил в конце Вот Я хотел коснуться этой темы Проблем неудачи Рава Стензальца Дело в том, что В какой-то степени внешне это выглядит как неудача Но мне кажется, что это огромная совершенно удача И у меня такое неожиданное впечатление Вот опять я очень надеюсь также на реакцию в том числе Иглома Потому что, мне кажется, он поймет сейчас, о чем я скажу У меня такое впечатление Это как-то даже странно говорить Через 3-4 дня после его ухода То, что произошло вот несколько дней назад И тем не менее, я это почувствовал Я как раз не Хасид, наверное Но я почувствовал Вот как мир изменился немножко В том отношении, что Рав Стензальц как бы и ушел И одновременно пришел И такое же впечатление у меня было Странным образом От другого нашего общего с Игломом друга Учителя нельзя назвать это Хавер От старшего товарища единомышленника Это Шлома Корлибаха Значит, с которым я общался очень-очень много И я понимал, конечно, что он великий человек и все прочее Но только когда он ушел из этого мира Открылись каналы, какие-то возможности Для того, чтобы его вклад, его душа, его влияние Стало по-настоящему свободно распространяться В некотором роде Корлибах был сам помехой Для своего собственного влияния Для собственного По крайней мере, так было последние 10-20 лет его жизни Со Штензальц, похоже, была очень похожая ситуация Что Штензальц раскрывал некие пути И я это скажу Я его видел и в Израиле, и очень много в СНГ, и в Америке Собственно говоря, он действительно открыл очень важные Очень существенные пути Но в какой-то момент он становился сам В какой-то степени препятствием Для реализации этих путей Почему так? Это очень сложный разговор Потому что по очень многим причинам Я говорю, что он был человек очень язвительный Он иногда очень любил фатировать публику Мне несколько раз приходилось В крайне неловких ситуациях с ним оказываться Он от этого ловил большой кайф И делал это абсолютно по делу И мне кажется, что все эти вещи Они как бы взять мелочь Это такое волнение на море А самое главное, что он сделал Я говорю сейчас не только о переводе Талмуда А о открытии этих новых совершенно путей Оно сработало И, скорее всего, это некая Очень большая затравка на будущее Ну, я, например, только позавчера Осознал такую странную вещь Что, хотя мне всегда казалось Что я, ну, один из людей Который академическую дайвку, так сказать Втолкнул в это российское общество На самом-то деле Ведь именно Рафштейн-Зальц Создал этот институт мировых цивилизаций Где попытка была соединения Современной науки с иудаизмом И это ответ вот Борису Что на самом-то деле Для того, чтобы соединить иудаизм с наукой Нужно чуть-чуть подтянуть то и другое Не нужно, не дай бог Уменьшать иудаизм И вместо него какой-то эрзац Научных, так сказать, университойдных Каких-то академических студий вносить А необходимо настоящую науку Чтобы настоящая наука соединилась с настоящим иудаизмом То есть нужно и тому и другому подтянуться В нем это было Вот эта вот подтянутость И это, кстати, ответ вот людям Которые показывали фрагменты Создал Я вам очень признателен Такой живой, настоящий Штейн-Зальц Он ровно таким же был всегда Ровно все-все-все бесконечные часы Нашего общения Тора Он был ровно таким же Вот и на самом-то деле Он просто был настоящим ученым Но настоящим ученым Это ученым Тора И когда Как-то раз Кто-то переводил его лекцию В Академии наук в Москве И переводчик сказал Профессор Штейн-Зальц читает Но тогда Кто-то из его окружения Нет, какой же Не профессор Штейн-Зальц А раб Штейн-Зальц Потому что настоящий раб Это заодно еще и профессор Но это профессор Несколько в другой области Несколько другого пана И значит И поэтому К сожалению Да, мы часто имеем дело С неким ограниченным Иудаизмом С учеченной Торой И тогда Я уж не говорю о том С какой наукой мы имеем дело А с абсолютно Как-то названа дегенерация Я не видел еще фильма Но Очень Котики Но Значит И раб Штейн-Зальц Он был одновременно И тем и другим Полным так сказать Таком составе Но Для того чтобы это сработало Нужно Все-таки Мы тоже должны поучаствовать Не только Ну Раб Штейн-Зальц И еще кто-то Все остальные И поэтому мне кажется Что время для раб Штейн-Зальц Только сейчас наступает Они Как бы Он не закончил Он закончил свою Как бы Земную карьеру Он сделал невероятно много Но По-настоящему Это все только начинается И Я думаю Что ему еще будет Очень большое будущее Спасибо за внимание Извините за Второе дубль выступления Но Иглом мне не дал Промолчать Да я понял Иглом Он Иглом Окей Господа Мы более-менее Думки приближаемся К нашему разумному Как бы окончанию На сегодняшний раз Да правильно Пройти два часа Но вопрос такой Есть ли какие-то люди Которые хотели что-то сказать И им не дали слово Ого Я как бы его не просила Но просто Я бы участвовала в эпизоде Про который наверняка Никто не знает Это Хай Это Хай Это Хай Хай Скажи кто ты Да Секунду Да Мы тебя не видим Скажи кто ты Ты говоришь Я Хай Шварцман А ты можешь включить камеру Секунду Секунду Да все мы тебя видим Да замечательно Спасибо Прости что я тебя перебью Я включила Да теперь видно отлично Все классно Да Не за что Кунцевская шива Это был какой-нибудь там 89-90 год Что-то такое Да наверное Мы уехали Когда она началась Да Она переехала Она началась в 88-м Переехала туда в Кунцево Где-то между 88-м и 69-м Ну да Я в это время была уже 2 года в Израиле И приблизительно в это время Случайно Подруга Сказала мне что Раштензальт Делают специальные уроки для русских По сказкам Раби Нахмана Значительно Иврит Калах Я еще некоторое время Открутила носом По поводу того что Это Врит Калах Нам не нужны подачки И в конференцию Я туда пришла Там сидела Чек 6-7 Людей которые С трудом И он тратил Чек-чек Полтора своего времени На то Чтобы давать им уроки Которые были Совершенно потрясающие К сожалению Я успела попасть на 2-3 И это закончилось Это все-таки Был очень Безбузман тяжелый Вот Но после этого Там было очень мало народу Наверняка Большинство людей Я про это ничего не знала И не слышала Иначе бы туда Они не бежали После этого я очень расстроилась И уже стала искать Вот открытые уроки Где-нибудь Для всех И нашла их В 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 Я помню Когда он Фотографировал его Один на один Значит Как-то был с ним знаком Работал в институте Я там тихо сидела на скамеечке Но После того что у меня Несколько раз не было Он явно Сделал такое движение А привет Куда ты делась Народа там было очень много То есть он Он Каким Непонятно как помнил людей Спасибо Окей Я думаю что Хая немножко пропала С интернетом Да Ты немножко и вылетела я думаю Но мы Последнюю фразу услышали А Это жалко Ну ладно Я просто сказала Вы слышали Вы слышали Все нормально Да Все слышали Все нормально Да Я Вот Просил Просил Слово И получил Но что расскажу Две фразы Во-первых Что действительно Во-первых Университет образом Самая со сыльёй Это так обычно не поступало Что действительно Потому что Инзалис Возможно Рождается только сейчас Как Как и Крыльевах Полностью реализовался После После ухода из этого мира Но вот Насчёт неудач Что Инзалис Все же был Хасит Одна из очень важных Идей Постоянно артикулирую Хаситскими Ичителями Это то что у Всевышнего Было две неудачи Больших Первое Это мироздание А второе Это еврейский народ Но как-то Он в целом Этими неудачами доволен Ну вот Собственно Все что я хотел сказать Еврейский народ Это неудач Да Безусловно Несомненно Ну вообще все человечество Так или иначе попадает В эти две большие категории Как бы Либо ты человечество Ну все куда Ну понятно Окей А что ж тогда успешное было Ну хорошо Окей Господа и дамы Сейчас еще одну секунду Я дико волнуюсь Здесь есть кто-то Кто хотел Я просто хочу сказать Натан Пока эта встреча шла Я рассказал Людям с которыми я учился в Ешиве О том что она происходит И у всех Появилось очень большой интерес Чтобы Что-то из этого Каким-то образом Передалось Я просто говорю Как только я получу запись То я ее пришлю Тем Ученикам Ешивы Которые говорят по-русски И Я надеюсь что Эти фотографии Они попадут Потому что их не знают Они неизвестны Это очень ценно Окей Что было А я пришлю эту запись И вот дочка Которая прекрасно знает Ну так Прекрасно не прекрасно знает Русский язык Эстер Эсти Которая довольно много Время провела в России Которая меня тоже просила И которая тоже была Очень интересована Я ей тоже напишу Да Когда мы работали в институте Штендральца Она выпускала вместе Наташи и Талия Берман Я ее тоже видел здесь Вот И выпускала Замечательные журналы Отцы и дети Всячески помогала И так дальше Илья наверное Как бы закончит резюме Я только скажу Что Всем спасибо Всем участникам Лизик Роба Рух Будет его память благословенно Надеемся что Про что говорил Илья Эти волны пойдут дальше Создать какое-то движение Движуху В числе В качестве первого шага Илья создал группу Которая называется Ученики Друзья Равина Штендзальца Русскоязычная группа Пожалуйста Кинь пожалуйста Линк Илья Я могу кинуть Да Найдите в фейсбуке Пожалуйста Можно сейчас в чате Присылайте туда Материалы Которые есть Участвуйте В тех дискуссиях Которые будут там Ну и видимо Тем самым Общими усиленными Будем Было бы наверное Мелко сказать Как бы Сохранять память Дело не в том Что сохранять память Да А дело в том Чтобы продвигать дело Ну такое наверное дело Окей Хорошо На этом можно Закончить Кто то что то еще Хочет сказать Он не только был Великий Равин Он был великий ученый Философ Сто процентов Сто процентов Никто не будет с вами спорить Никто Редкий случай Никто с вами не спорит Сто процентов Я всех приглашаю Вот Соединиться к этой группе Которая была осознанная Исключительно для того Чтобы Разные воспоминания Как то немножечко сосредоточить И ссылки сделать У кого есть какие то Идеи Тексты И так далее Чтобы там повесить Чтобы нам легче Обменяться Мы сейчас все-таки Попробуем сейчас сделать Ссылку Окей Пока Илья вклеивает ссылку Как бы я Поскольку случайным образом Попал здесь на роль Руководителя Да Подвожу некоторый итог Говорю как это принято Рак бы самоход Да Спасибо У нас Причины Для таких Интересных обсуждений Более Веселые Можно сказать Менее трагичные Но что сделать Есть такая банальная фраза Тем не менее Что смерть это часть нашей жизни Поэтому Окей Спасибо большое Спасибо Хорошо Всем счастливо До свидания Никита вот появился Всем спасибо всем участникам Я думаю Я думаю Что было дико интересно Да Так Off the topic называется Зоя Попова На самом деле Моя родственница Не оказалась Мы это узнали когда-то Вот Я был очень рад Что я их свел И ее свел С ребятами Понимаете Это вообще Это та планета Которая Вот Бенни Юнин говорил Что ему про поездки Равина В Россию неизвестно А те кто работал Как бы на этих поездках Нам казалось Что про поездок в России Ничего не существует А людям еще оказалось Что вот на самом деле Был фантастический фильм В котором как бы Раштун Зальц был Так что понятно Приходили по улице Профессоюзная Мимо Мимо вашей Шивы И не знали где ходят Окей Окей А можно вопрос еще в догонку Или уже для вопросов нет 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 Пожалуйста нет проблем Мы открыты Сейчас я включу Я просто не знаю Там ли еще команда Вот ребята Которые в проекте ДАУ участвовали Дело в том что я Посмотрела как раз Не так давно В начале лета Весь этот Всю эту серию Весь этот фильм вернее Шестичасовой Где Штайн Зальц Участвует в ДАУ Я забыла как он называется Дегенерация Дегенерация Да-да-да Вот Ну я конечно была приятно удивлена Что он в этом проекте Я этого просто не ожидала Нигде этого не было В новостях Вот И я в целом очень положительно отношусь Не просто положительно А с восхищением и восторгом отношусь Вообще к проекту ДАУ Да, чтобы сразу расставить все точки На ДАУ Но мне было Тем не менее Как бы хотелось бы понять Как бы понимал ли он вообще Что будет в этом В этом фильме Или именно В этом проекте Или именно в этой В этом фильме Помимо Края неправых элементов Это все понятно Но вот вы не Все-таки там Не проговорили Там есть сцены Откровенного сексуального характера И так далее Мне интересно знал ли он об этом Я как раз Не с позиции критики спрашиваю А именно мне интересно Как Равин Или как человек Знал ли он Что происходит на проекте И знал ли он Что так сказать Он окажется в одном В общем-то в одном Кинопространстве Вместе с С другими интересными И достаточно Может быть неоднозначными Явлениями Да, безусловно Когда мы приглашали Участников в проект Мы были с ними всегда открыты И говорили о том Какие еще участники там есть И как это все устроено И в частности говорили о том Что нет сценария Что люди существуют В предлагаемых обстоятельствах Но реагируют в этих обстоятельствах Так как они сами выбирают И все является не имитированным И в частности там Сексуальные сцены и так далее И что касается вот Наверное Самого такого яркого Какого-то может быть впечатления И вопроса Это действительно Участие Максима Марцинкевича По прозвищу Тесак Которое произошло После того Как Раф был на съемках И которое не было запланировано И которое было подсказано Развитием проекта И развитием как бы логики Тех отношений Тех сюжетов Которые там складывались И именно потому что Вот его-то как раз он и не застал Нам и было принципиально важно Ему дополнительный вот этот контекст Тоже потом еще Вдогонку Обрисовать Вот Потому что все что как бы Было там до И то что было во время Это безусловно Было Заранее там Проговорено И Когда Участники И в частности Раф Попадали на проект То они разговаривали До того как они получали Там какое-то Введение В проект Письменный Рассказ от меня Потом встречу с Режиссером-постановщиком Перед этим Перед тем как попасть На территорию Вот этого объекта Они еще дополнительно Разговаривали Всегда С Режиссером-постановщиком И Получали подробный рассказ Вот У нас тут есть вот еще Два участника Никита и Дмитрий Калетин Которые были в кадре И я думаю что Они Не могут например Это подтвердить Вот Да Безусловно И Для нас Это как бы Ну я могу сказать там О себе Я думаю что Илья Хоржановский Если бы смог Он бы об этом Рассказал Как бы С большей полнотой Да Для нас Для всех Я думаю Было как раз очень важно Что Раф Был таким человеком Который мог взаимодействовать Совершенно с разными Гранями Реальности И только Потому что Он был таким человеком И получилось сделать Вот такой вот Эпос Из всего этого Которым Илья Пермяков говорил Спасибо Спасибо Самые Разнообразные фигуры Которые 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 Может быть не всегда Приятно Пересекаться в одном пространстве И вот сейчас Мне пришел в голову Что ваш проект Он чуть-чуть тоже Что-то общий с Талмудом Я имею в виду Самые Разные Ситуации Которые Которые Талмуд Я все-таки Должна поправить Я полностью согласна Что там властей Мы к ним всегда Относим Мне так не повезло Как нет Ну я думаю Что большая часть людей Которые тут сидят Во всяком случае Рожи есть Так могу сказать Которые меня сопровождают 40 лет Вот Они имеют честь Быть непризнанными Вообще говоря Честь своей жизни Окей Дамы и господа Мы на этом заканчиваем Спасибо Хорошо Милая Зоя Я был очень рад Среди прочего тебя увидеть Мы не виделись вообще Сколько-то лет Взаимно Если это возможно Скорее всего Это невозможно Я признаю Но тем не менее Если это возможно Давайте продолжим Наше общение Окей А почему это невозможно Мы можем делать Скажем Семинары Конференции Правильно Хорошая идея Хорошо Если вы нам будете Показывать Куски запрещенного фильма Будем даже Чувствовать себя Частью какого-то андеграунда Нам Это будет Наши старческие чувства Хорошо Все Ребят Всем счастливо Всем пока Суроттоот Хороших новостей Всем счастливо И до свидания Пока-пока